приветствую вас на на запад 9 практическая онлайн-конференция по продвижению на западных рынках следующий докладчик у нас андрей капельцов правильно капельцов да seo.capital такой нормальный домен вот витек уже хотел хочет поджать как ставить создание сателлитов на поток хорошо интересная тема я думаю многим будет полезно самое важное что ты думаешь сегодня будет кейпоинт вот расскажи прям сразу перед докладом почему в пять вечера в пятницу нужно про это послушать ну на самом деле часть доклада это просто боль больших компаний то чем они сталкиваются и в общем-то мой опыт решение этих проблем больших компаниях скажу так максимально упрощение я просто слышал меня прям поменялось сегодня когда артем яращенко про local seo рассказывал и там говорит из кении люди получают 15 долларов в месяц и счастливых ты просто ну ты подумай как это можно туда при как упростить это вообще удешевить да 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 в общем давай good luck с докладом я думаю что будет все норм хорошая информация вот я с удовольствием послушаю там галерки это все и запишу все вопросы дальше вернусь мы пообщаемся нет я не съешь весь пирог начинай окей ребята всем привет еще раз в общем многие фишки которые здесь расскажу это очень простые решения и эти решения нас в основном заготавливались под стоим pages но так как случился на запад я ребят решил приберечь это все для доклада зачем вообще создавать сетки сайтов давайте поговорим об более более к с которой встречаются многие ну в основном большие компании то есть это все буду рассказывать разрезы больших компаний у которых ну все очень плохо с точки зрения каких-то бюрократических моментов утверждения согласования и какие-то сложные штуки для них ну практически не подходят вот им чем проще решение тем она как бы лучше то есть к примеру вы большая компания вот вас есть свой бизнес но вы хотите выйти какую-то страну в которой в силу разных причин ваш бизнес является серым вот и в этой с в этом скажем так в эту ситуацию вы сталкиваетесь с такой проблемой что многие способы рекламы там запрещены вот доступно в основном seo слава богу пока еще вот может быть какие-то другие не настолько скажем так актуальные как seo источники трафика и кроме того что seo в этих нишах это как основной источник как органика да она еще и очень сильно помогает с ретеншином то есть любую активность которую вы делаете пользователи потом гуглят и заходят или яндексят и заходят в общем-то на ваш сайт на ваш бренд но обычно как бы в этих нишах все очень плохо с конкуренция в каком контексте то есть она адская и всем нужен трафик и ну как бы на этой войне все средства хороши то есть вы сталкиваетесь тем что вам приходится наблюдать все методы которые работают и в основном применять какие-то вот вещи которые видите что хорошо работают так делают большинство компаний то есть как все создается сеть агрегаторов трафика для конверсии и этот весь трафик сливается на ваши бренды хорошо если у вас брендов несколько потому что ну как я говорил конкуренция злая могут и до сети используя всякие хаки по ну назовем это бану доменов бану брендов или скажем так помощи для того помощи скажем домену уйти минус 100 там к примеру или еще какие-то такие вот вещи но тем не менее вы втягиваетесь в этот процесс идет большая горнка вооружений вот и засылочные доноры вас ну тоже из-за создания трафиковых то таких вот агрегаторов в принципе вы вот становитесь таким большим одним элементом из этого большого облака и тут все получается следят за всеми то есть конкуренты делают то же самое в основном вот потому что они видят что это работает это просто для них вот вы наращиваете обороты и конкуренты как бы наращивают обороты вы используете какие-то распространенные бирже ссылок и итоге эти ссылки заканчиваются просто на этих биржах то есть там сайт как бы миролинкс рота пост другие они не резиновая то есть не так быстро там появляются хорошие доноры да и вообще в принципе доноры вот и ну там скажем чуть более продвинутые сеошники начинают искать другие решения других поставщиков ссылок и в итоге получается так что вроде как покупают там находит пакетники да к примеру там индусы какие-то или еще кто-то и закупаются эти ссылки вроде как они ок они работают они не на тех же местные на тех же биржах примеру куплены вот но конкуренты опять палят ваши эти ссылки пытаются их либо перебить либо договориться с поставщиками вашими ссылок о том что они будут покупать их дороже потому что к примеру там они видят что они работают вот либо если там ваш источник этих ссылок не совсем надежный в комком контексте то есть там очень часто бывает там не проплачивают очень там большое количество доменов к примеру да то есть человека который продает вам ссылки там 100 200 300 там доменов его подчинение скажем он ставит строить на вас ссылочную массу потом какой-то момент что-то идет не так по разным самым разным причинам он и не продлевает и в общем-то вы теряете большой кусок ссылок и и падаете в позициях вот и ну еще такая самая распространенная тема это вот когда воруют у вас контент все это на автомате делается очень часто можно видеть что только вы запустили контент сразу их распарсила сетка доров и ну как бы я даже не знаю что еще такого сейчас прям я знаю знаю следующий слайд это такой вот вишенка на этом торте это если в нише есть регулятора если есть если работают абьюзы по авторскому праву и уже дальше баной там и так далее это там более распространенная вещь ну короче говоря целые сегменты ссылок сетей сетей сайтов как бы она они просто выпадают то есть все привыкли там мы сделаем сайте на потоке мы делаем больше дальше выше процесс стандартный вроде как работает ну там регулятор забанил домен там или его отсудили просто по dmc и ну вроде как все то есть сильно ну не считаются скажем так с этими потерями потому что ну вроде как на большом потоке типа все ок вот но на самом деле эти потери очень большие на самом деле их можно было бы избежать если бы все делать правильно в общем как и ответ на вопрос типа вот зачем нам это все и описание вообще ситуации в серых нишах все стандартно в общем-то органический трафик играет одну из основных ролей у конкурентов отлажен процесс создания сайтов может быть лучше может быть хуже вас все смотрят за всеми как бы все пытаются копировать какие-то такие интересные фишки вот всегда с очень таким пристальным ну если это у вас процесс поставлен многие просто ограничиваются биржами как бы дальше не смотрят до следят за ссылочными донорами ссылочными методами кража контента ну очень распространена в этих темах дароведчики просто обожают эту тему делать на автомате вот регулятор норовят отжать у вас и заблокили заблокировать домены то же самое происходит с авторскими прописи этом абьюзы по авторским правам поисковики тоже очень любят в банить или dnd дексить ваши сетки или вот такая вот следующая еще тема характерно то есть если у вас не три больше сайтов в топ-10 то вы скорее всего новичок и вам очень хорошо нужно поработать на тем чтобы захватить эту нишу если вы собираетесь работать дальше вроде как на вопрос зачем я ответил я надеюсь вот перейдем к фишкам как это каким образом это лучше всего делать и я постарался рассказать вот как стоим пейджис я стараюсь публиковать очень простые решения чтобы мы ну кроме того что максимально просто было их повторить это первый момент второй момент я вот смотрю в разрезе вот реально больших компаний которые там она найти чем больше компании тем она менее поворотливая в каких-то решений решениях и вот ей как бы очень подходят вот такие вещи как что-то очень простое что то что очень просто сделать очень просто повторить но просто тут есть такая штука что надо это делать быстро быстро и как бы упорно то есть это вера тема другого доклада как типа как жить в этой большой бюрократии но в общем если вы это делаете просто быстрее к вашего конкурента если вы находите более как бы простые решения вы выигрываете одно из вот этих таких вот самых простых решений в лоб ну как бы баян но я наверно не знаю они не перестаю об этом говорить даже вот перед конференцией мы с ребятами собрались поедая пирог витька как бы вот схема пожалуйста вы создаете сайты на потоке ну в принципе как все включите в эту схему такой элемент быстро ваш сайт выш выходит по каким-то ключами или медленно то есть есть там определенная статистика я люблю приводить там из пяти доменов в среднем очень очень в среднем там два домена начинают хорошо раджироваться по каким-то причинам возможно под таким который вы не можете отследить или понять сразу на этапе покупки этих доменов вот и где-то три домена они идут очень медленно вы можете принять очень простое решение если они раджируются вы делаете график агрегатор если вы они они не раджируются вы делаете ссылочный донор когда вы сделали ссылочный донор и вы полностью его контролируете там но отдельный вопрос что вам он должен быть разнообразные то есть они обязательно все все те сайты которая из которой получились трафик агрегаторы это могут быть новостники там обзорники рейтинге там и так далее но получая контроль над ссылочным донором и, как я пишу, скрыв, точнее запретив в хатаксесе, ht-аксесе доступ к Маджестику, Ахревсу, другим ссылочным анализаторам, вы уже прячете свою, во-первых, прячете свою ссылочную массу, то есть не так просто будет как бы спалить все ваши методы, которые вы используете в продвижении. И я бы здесь даже добавил, что вот по всей вашей сети неплохо бы иметь контроль над ht-аксесом, вот именно сетевое, чтобы вы могли задавать правила для всей сети одновременно, это очень сильно касается блокировки каких-то регулярных парсеров, которые к вам заходят, но это чуть позже расскажу. В общем, получается, у вас есть ссылочные доноры и у вас есть трафик-агрегаторы, если у вас отжали какой-то трафик-агрегатор, вы просто поменяли ссылки на ссылочных донорах и переключили их на следующий проект, либо теми же ссылочными донорами, к примеру, вы бренд свой прокачиваете. Поэтому, если там придет регулятор, если у вас отберут домен, вы застрахованы от потери, потери, скажем так, в тех деньгах, в том времени, которые в эти ссылки строили. Дальше. Все очень просто. На WordPress построена почти половина сайтов в интернете. Деревья, как говорится, проще прятать в лесу и не надо ничего изобретать, не надо писать свои CMS-ки, используйте очень простые решения. И на самом деле очень много хостингов, и сейчас такая тенденция идет, что все делают очень много разнообразных сервисов по оптимизации работы WordPress, по упрощению работы WordPress. И последняя фишка, там уже пошла очень много плюшек для девелоперов и очень много плюшек для вот таких вот сетевых инфраструктур, которые строят крупные компании. Значит, в контрольных панелях, а, ну вот про контрольные панели на хостингах, то есть из обычной cpn, у плеска, я конкретно здесь вам поставил ссылочку на плеск, на vp toolkit. То есть многие контрольные панели позволяют устанавливать WordPress в один клик. Вы просто вводите домена имя, нажимаете установить, создается, генерируется пароль, генерируется логин, и у вас просто установленный WordPress, вам не надо вот это делать, всю ту процедуру, которая обычно идет при инсталляции его, и там, когда вы делаете, встал на сотни доменов, это очень сильно экономит время. Более того, вот в vp toolkit, там просто можно загнать просто пачку доменов, там 10, 20, 30, 100 и так далее, нажать, установить WordPress, и на все их устанавливается WordPress. Это быстро, удобно, выбирайте хостинги, скажем, с такими решениями, либо бывают кастомные еще решения, то есть просто ребята позиционируют себя, как там vp хостинг, или там супер vp хостинг, там супер фаст и так далее. Вот, я всегда рассматриваю такие вот новые хостинги, которые я захожу, нахожу и просто смотрю, какие решения они предлагают. Бывают очень интересные штуки, попадаются. Это чуть больше про toolkit, который предлагает Плеск. Тут и тесты, и стейджи. Стейджи тоже отдельно поговорим про эту вещь. В общем, я просто добавил вам скрин, чтобы вы, если скачать эту презентацию, могли образно, скажем, посмотреть функционал, кратко описанный функционал, который вот есть в этом toolkit. Дальше. Что касается GitHub, ну все, ну многие, скажем так, приходят к этому, к этой штуке, то есть это очень удобно для контроля версии. Если вас взломали, либо если залили какой-то, скажем так, важный код, вы всегда на определенной версии можете понять, то есть у вас случилась проблема, вы понимаете время, вы понимаете, когда у вас был, назовем это, там, релиз, да, какой-то определенный, вы понимаете, где у вас может быть ошибка, ее гораздо проще искать. Некоторые используют как бы GitHub даже для бэкапов, вот там в платной версии, просто спейса достаточно много. Но если вдруг для вас это, ну там, не знаю, окажется сложным, есть куча всяких security плагинов, которые отслеживают за изменениями файлов, изменениями в вас данных, и вы можете их использовать для того, чтобы вовремя отслеживать, когда что-то пошло не так. И вот добрались до staging, это великое страшное слово. Короче, как бы так вот классно сказать. Я очень много, классно не скажешь, короче, это тоже больно на самом деле. Я очень много видел разработчиков, которые разрабатывали на Prode, делали все правки, без бэкапов заливали плагины, у них все падало, отваливалось. Хорошо, если один сайт вы отваливался, бывало, что отваливалась целая сетка. Короче, staging, можно загуглить staging for WordPress, но это, грубо говоря, вы делаете одним кликом копию вашего сайта, который доступен только вам, и вы заливаете плагин, либо вы его обновляете, либо вы заливаете какой-то контент, какой-то скрипт и так далее. Посмотрите, насколько он хорошо работает после того, что вы с ним сделали. Если у вас все устраивает, вы просто мержите эти две копии в одну, ну, на продакшен. И есть очень много всяких плагинов. Я один из примеров привел. Это плагин, который позволяет не просто там сказать, ну, типа, все мне нравится, там, окей, залить на прот. Вот, конкретно вот в этом плагине вы можете выбирать таблицы, которые вы хотите. То есть вы помните, что вы меняли, как вы меняли. Вы можете выбрать таблицы, которые вы синхронизируете, либо там файлы, которые вы синхронизируете. Это очень полезно в том случае, если у вас продакшен рабочий. И если, скажем так, там могли быть какие-то изменения, если там динамика особенно. Вот, чтобы не затереть там, ну, не знаю, счетчики какие-то, либо рейтинги самого сайта и так далее. Что касается управления всей этой сетью сайта. Если я раньше рассказывал про мультисайт и вроде как в моем решении, ну, в предыдущей компании, которой я это делал, это было удобно, то сейчас я вижу, что кастомизировав WordPress, убрав там всякие демо штучки, демо-фишки и облегчив его тем самым, гораздо проще его переносить. Не нужно там делать экспорт, импорт. Гораздо проще манипулировать этим сайтом в вашей сети. И, ну, и кроме того, если он на отдельном пользователе, даже если у вас этот сайт взломали, то взломщик может действовать только в рамках прав этого пользователя. Он не видит соседей. Ну, и там других всяких много причин на самом деле. Но для того, чтобы опять-таки не заходить на каждый сайт в отдельности, есть много решений. Мне очень нравится MainVP, есть Jetpack, есть много других штук. То есть вы можете тоже нагуглить эти все вещи, как управлять сетью WordPress. Но конкретно я хочу рассказать про MainVP. Получается, это некий дэшборд, к которому вы подключаете все ваши сайты. В кастомную сборку вы сразу можете в плагин Connector туда подключить, и у вас получится это все просто. Управляет он очень многим. Я вам сделал скрин из одного из своих дэшбордов. И, в общем, что конкретно дальше предлагает MainVP. У него есть очень много, ну, не то чтобы он пишет, это экстеншены, но на самом деле это коннекторы к каким-то популярным решениям, которые используются в WordPress. и за счет этих коннекторов он позволяет управлять этими плагинами, скажем так, на каждом отдельно взятом вашем сайте. То есть делать какие-то массовые изменения и так далее. Очень рекомендую как бы почитать, штука интересная. Немножко вот о защите контента и вот в разрезе Яндекса. Я начал, ну, точнее, не то, что начал, я вернулся опять работать в Яндекс. Вот, я чуть-чуть, ну, я позже, короче, расскажу про этот момент. В общем, что касается Яндекса. Тоже, ну, не все так сложно. Вы можете загуглить Яндекс.Вебмастер в WordPress. И есть очень много разных плагинов. Можете все их, ну, посмотреть, потестить, что они делают. Основная функция, которая мне нужна была, чтобы хоть как-то, да, защититься от тех парсеров, ну, кроме их бана в этом, в HT-AXIS. Это плагин, который отправляет контент ваш перед публикацией в Яндекс.Вебмастер. То есть, грубо говоря, вы делаете хоть какую-то защиту контента перед тем, как его опубликуете. Есть плагины, которые умеют это делать еще и с отложенными публикациями. Ну, для нашей сетки это очень кстати. Вот. То, что касается счетчиков, там, очень много споров на эту тему, там, ставить аналитик, ставить вебмастер, ой, ставить там метрику, к примеру, и так далее. Ну, все очень просто. На самом деле вы можете это все считать на TDS. Можно даже позиции, ну, в некоторых случаях можно даже позиции не отслеживать. У вас все равно вы на, допустим, если это китара TDS, которая мне нравится сейчас больше, чем Binom, к примеру, вы можете просто видеть, насколько хорошо и активно растут у вас сайты. Конечно, если вам нужно что-то более детально, если вы хотите видеть органику там из Яндекса, к примеру, то вам придется поставить туда метрику. Но это является, как по мне, очень простым решением, проще гораздо, чем я раньше рассказывал про Матама, как там он? Про пивик, короче говоря. Пивик на самом деле при сборе, ну, есть при очень большом количестве посещений, очень много данных, как бы, собирает на сервере. И, ну, не всегда это надо. Поэтому китара, как простое решение, мне вот нравится. Что еще классно? Китара хорошо может интегрироваться в ваш WordPress, в вашу сетку сайтов. Я описал этот функционал на… ну, сделал, грубо говоря, скрин с документацией. Вот, вы можете это дело почитать. То же самое там можно не просто ставить простые, ну, ссылки на редиректоры. Можно скрывать эти ссылки, можно на сервер-сайде обрабатывать пользователя и выдавать ему там сразу конечную ссылку на лендинг там и так далее. То есть, много фишек удобных в нем есть. Вот здесь хочу передать привет партнеркам, которые до сих пор не в этом списке. Дело в том, что в китара при подключении офферов есть возможность выбрать, создать, создание там партнерской сети, есть возможность выбрать готовые шаблоны для постбэк-урлов. То есть, на самом деле, любая партнерка, которая понимает, сколько людей пользуются китарой, она просто пишет ребятами абсолютно бесплатно, добавляет себя в этот список. Дальше. Если подвести, ну, скажем так, если резюмировать вот все то, что мы обсуждали, то очень простая схема приблизительно выглядит следующим образом. То есть, у вас есть тоже mainvp, вы строите сеть сайтов как линк-доноров, так и трафик-сорсов для ваших money-сайтов. И, во-первых, просто этим всем управляете, во-вторых, полностью это все контролируете, пересылаете все на TDS, на TDS у вас готовы решения там по очень разной расшивке там по гео, не гео, по девайсам и так далее, и так далее. И все это дело передаете на свои money-сайты. Далее. Stoium Pages. Да, я уже говорил как-то на конференции, и так важна цель, как путь к ней. Что мне дал Stoium Pages? Мне он дал, ну, я уже говорил, что достаточно много опыта и практического опыта. У нас в моей компании, которая SEO Capital, очень много как бы заказов на создание сети сайтов. И меня даже на Отстаффе наняли большую компанию для настройки процессов, как бы, в их, ну, у них, скажем так, по созданию сети сайтов. Чем это все обернется для вас? Я думаю, что будут гораздо больше интересных кейсов, потому что я, получается, сейчас опять вернулся к Яндексу. Я параллельно с Гуглом и с Яндексом. И, ну, гораздо больше опыта и мелких фишек появилось. Из инсайтов, так вот слайд, который мне буквально вчера вечером прислал C-Ranking. И с C-Ranking я очень давно обсуждаю тему для того, чтобы сделать для таких ребят, как мы, которые работают массово с нишей, которым нужен контроль ниши, которым нужно отслеживать историю позиций, историю изменений каждого игрока, маркировать каждого игрока, чтобы понимать, какой партнер кому принадлежит, там, или какой бренд кому принадлежит и так далее. Вот они, первое решение, выкатили примерно такой вот скрин. Я думаю, что если скачаете презу, вы увидите более детально. Вот это вот все конкретно сейчас для отслеживания истории ТОП-100. Увидимся на Baltic Digital Days. Я думаю, что будет гораздо интересней. услышать некоторые кейсы, которые как раз я успею собрать в Балтике. И всем спасибо. Я надеюсь, я уложился. Мы все надеемся. Окей. Спасибо большое за доклад. Сейчас вопросы набежат. Я понял. Можно я первый вопрос? Пирог остался еще? Нет, есть другой вариант. В той галерке принесут кальяны сейчас. Ого. Огонь. Если я не заснул. Да. Потому что Андреевич мне не дал бы спаса. Андрей Андреевич, да. Он такой. Хорошо. Давай я тебе задам вопрос. Сколько... Ну, знаешь, как один из там проектов, подпроектов говорит, важно не размер сетки, а умение ею пользоваться. Так вот, вопрос в чем? Управлять? А? Управлять или что? Пользоваться. Анкоры проставлять, ссылочки ставить, смотреть, как она дает отдачу и так дальше. Вопрос. Да. Мейн ВП. Не будет ли футбринт для сайтов? Там дело в том, что он умеет блокировать запросы к тем плагинам, которые он устанавливает. Ага. Если ты хочешь показывать, какие ты плагины ставишь, ты просто одинаковые, ну, по функционалу плагины разбрасываешь в разные группы и создаешь таким образом набор групп, которые ты сетапаешь на всю свою сетку рандомом и таким образом замешиваешь это как один вариант. Второй вариант – ты просто можешь блокировать прямой доступ к плагинам. Угу. Если там, допустим, пользователь, зная, где находится обычно по файловой структуре этот плагин, пытается продетектировать. Ну, ты не пользователь, это скорее скрипты. Вот скрипты, которые детектируют уязвимости, они всегда проверяют такие штуки. Так, тут вопросов уже немножко набежало, вообще весело. Давай. Ребят, просьба, пишите вопросы, потому что не было возможности именно просмотреть все, которые писали. Пишите все, что хотели задать сейчас, Андрей. Еще раз. С удовольствием, еще раз. Повтори, пожалуйста, закладывай. Да-да-да. Запись вообще шла? Какая запись? Кто здесь? Окей. Это конференция по штукатурке 2018. 2018. Блин, я знал, что аудитория не целевая. Окей. Вот. Сделали сетку. Что дальше с ними делать? Как прокачивать? Расскажи подробнее немножко. Во-первых... Вопрос из чатика. Из чатика. Вопрос, для чего сделали сетку? Для чего? Обычно в ответе, да, вот в ответе на вопрос для чего, обычно, ну, дальше можно построить понимание, там, что с ней дальше делать. Ну, обычно сетки делают с основной задачей прокачать основные ВЧ-запросы. Правильно? Ну, либо это трафик агрегатора. Угу. То есть, ну, хорошо, стандартная тема. Мы строим ссылки. Как прокачивать ссылки? Как строить ссылки? В этом вопрос. Да. Ну, берем биржи, потом, когда биржи заканчиваются, берем пакетников, когда пакетники заканчиваются, слушаем тему доклада Вити, который хочет сделать какую-то Black-конференцию, к примеру. Или не хочет. Или это не ты? Black-история – это не мое, я только по белому выбираю. Только по белому, да. Ну, на самом деле, кстати, классная, классная тема. Я не помню, как автор был, он, короче, рассказывал про SEO и империю. На самом деле, каждый сайт должен для начала приносить каких-то денег. Пусть хотя бы сам себя окупает. Вот если у вас ссылочные доноры, пусть они тоже какую-то монетизацию внесут. Например, то есть ты будешь со своего же донора проставлять ссылки на другие сайты, которые любят эти ссылки? Нет, нет, ты можешь рекламу повесить просто, к примеру. Ну, тоже. Асенс может повесить. Смотри, как я это вижу. Давай. Вот сделал я сетку, допустим, эта сетка мне помогла основному сайту, если этот основной сайт генерит достаточно денег, например, там, сколько-то там, десятков каков месяц, вот, то ок, пусть сетка стоит, там все норм. Отлично. А можно параллельно еще взять кросс-тематику, добавить какую-то доп статью и прокачать ту же кросс-тематику в том же регионе и поднять еще один сайтик. Тоже вариант. Вот. Ну, есть, тогда был дополнительная тематика близко к теме. Просто я с чем столкнулся, если ты начинаешь с такой сетки продавать ссылки, то это повышенное внимание к сетке и вред всему, что делается. Ну вот, подожди, если говорить про твои кака-то получается, как бы это смешно звучало, у тебя не возникает вопросов на самом деле, как продвигать сетку, правильно? То есть я так подозреваю, что вопрос был у новичка, типа, как быть с этим, если я не ошибаюсь. Возможно, там старичок просто вот хочет услышать альтернативное мнение. Ага, ну вот еще новичок спрашивает, но я извините, если вас обидел. Нет, нет. Того, кто спрашивает, а ценз на PBN, разве таким образом все сразу не спалишь? Не совсем вопрос от новичка, да? Ну, смотри, нет, если вы один и тот же аккаунт с одним и тем же футбритом запулить, ну окей. И я не говорю там на всю сетку сразу вешать вот именно этот метод монетизации, скажем так. Угу. Но у вас должен быть очень натуральный сайт как бы в глазах того же асессора, к примеру, да, и смотрят, какой ниши вы работаете. Но если у вас там все ссылки идут только на ваши сайты и не на кого другого или там обзорные статьи, то это немножко подозрительно. Угу. Окей, спасибо. Но это немножко вопрос не про прокачку, это уже больше монетизация. Да, да, да. Интересно, как, каких масштабов сетками рулит докладчик? Каких масштабов сетками? Сколько есть сайтов? Надо еще добавить, ну, прямо, не в прямом эфире. Сколько есть сайтов, ёпта? Окей. Да. Если я… А я не могу. Или могу? Лучше… Какие… Рулит, окей. Слово рулит подразумевает ко всем, к которым я имею доступ. Ага. Сколько? Ну, больше тысячи. Угу. Учитывая еще эту компанию, в которой я сейчас. Угу. И учитывая заказы те, которые у нас есть сейчас. Тысяча сайтов – норм. Угу. Угу. Это хорошо. Ну, это нормально. Хорошо. А менеджер… Я не всю… не всеми ними рулю. У меня есть, на самом деле, люди, кто это делает. У меня своих уже… ну, как своих, условно, своих. Тоже, ну, мы делаем их постоянно под разные задачи. Что-то окупается, что-то нет. Угу. Пробуем, стараемся. А как? Ну, у меня больше это со стороны заказчика все-таки. Угу. То есть, там, по себе это больше эксперименты. И, ну, выгоднее сейчас сделать для кого-то. Угу. Ну, или настраивать… Либо брать высокомаржинальные ниши, где ты точно уверен, что, может быть, когда-то получится топ. Вот. Или так. Да. Окей. Если нужно нашкрябать сто пятьсот доменов, доноров в доменной зоне, допустим, Голландия, как быть? Что значит нашкрябать? Ну, то есть, набрать доменов. Да, да, набрать. Купить. Да, да. Ну, такой вопрос, чатик. Ну, найти давай нормально, называть. То есть, если вы… ну, вопрос касается дропов, типа… Где их найти, как их найти, да. Вот надо сто пятьсот доменов, допустим, пятьдесят доменов в доменной зоне Голландии, nl.nl.nl.com. Ну, смотрите, где вы их можете зарегистрировать и как. Там можно зарегистрировать. Ну, то есть… Да, я не понимаю вопрос в чем. В регистраторе? Да, да, нет. Ну, домены… Или ты на дропах говоришь? Там домены же не новые, они с бэками, то есть, их где-то надо найти с бэками в этой доменной зоне. Мне просто послышалось доменов зарегистрировать, я не слышал слова дропов. Нет, нет, нет. Дропов зарегистрировать. Да, да, да. Как быть? Где искать? Обратиться к Титкову, я думаю, будет самый простой вариант. Норм. Обращайтесь к Титкову. Да, у него есть база большая. Вот. Окей. Даже подключевые слова подберет по вхождению в домен или там тематику или нужные ссылки там. Ну, короче, вариантов очень много. Окей. Даже протестит, да, купит, протестит, покажет, что ранжируется и отдаст за… Но дорого. Ну, нет, не очень. В общем, пишите, пишите Юрию, он подскажет. Откуда брать контент, как генелить, есть рабочие какие-то схемы? Контент пишем. Контент пишем, потому что риск, дополнительный риск по вылету вашего сателлита, который там, допустим, прокачивается дорогими ссылками гораздо выше, если там генерированный контент. Если мы делаем дорвеи, окей, методов есть вагон. Там вот парсинга сторонних поисковых поисковиков на предмет сниппетов до разбавления их там картинками по запросу в поиске из другого поисковика, там добавляем видосики, опять же такие по этим ключам и так далее. То есть замешивать, экспериментировать тут очень нужно разным способом. Ну и вплоть до того, чтобы просто тырить, найти какого-то производителя контента, который делает очень много сайтов, но почему-то они следят за тем, что у него их украдут. Ну типа забирать, размешивать. Ай-яй-яй. Очень похоже. На самом деле это дорого. Ну то есть даже если брать там условный какой-то DMCA за 10 долларов на один домен, то это тоже дорого. Если там пилить свою какую-то штуку, ну из того, что я вижу, вот самая классная штука по защите, это когда есть свой парсер, ну проверялка контента, которая сразу, как только что-то случилось, пишет обузу в lawyer или там типа legal собачка. И lawyer уже пишет не напрямую берите контент, а сразу в айкен, либо в организации очень работает, прям такие дорого, выключается. Ну а так опять же. Ну я сейчас больше в контексте Яндекса, поэтому у меня по поводу Яндекса был пост по, ну пост господи, страница по использованию апишки, чтобы сбрасывать туда перед публикацией в вебмастерту Яндекса контент. Ну хоть как-то защищать, скажем так его. Окей, спасибо. Больше там другая тема, конечно. Да. Вот сделали сетку, что дальше с ними делать, как прокачивать, расскажите подробно. Это только что было. Ты не случайно не считаешься опять сначала, может я проскроллилась? Сделали сетку. Зачем вы ее вообще сделали, для чего? Знаешь, когда я про сетку слышу, знаешь, вот такие торбы были, вот такая торбосетка. Что дальше сделать сетку? Киера счетчик, это тот же футпринт? Китара. Китара, да. Это вообще ТДСК, я говорил про китару, что там есть возможность настроить ее, что на детект пользователя будет происходить и потом на сервер-сайде будет происходить подставка конечного урла, фида, к примеру, там или конечного лендинга. То есть пользователь не будет видеть всех промежуточных редиректоров и не будет считать это футпринтон. Угу. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Менеджить такие большие сетки полностью через мейнвп? Нет, сегментируем. Ну, то есть тяжело, тяжело всю тысячу загнать и мониторить там. Окей. Как организовать работу подчиненных, чтобы они не убежали повторять то, чему ты их научил самостоятельно? Речь про маленькую SEO-команду. Знаете, я очень много фишек, очень много хаков рассказываю на каждом своем, наверное, докладе и собираю статистику по всяким сокращалкам урлов, когда я рекомендую какие-то очень крутые вещи, очень классные. И по этой статистике я не вижу, чтобы кто-то что-то делал. Поэтому команда скорее от вас уйдет по причине того, что вы не создали какие-то условия для этой команды. А если у них классно все получается, если вы видите, что они эти знания освоили, то есть все то, что вы им дали, а вам придется это отдавать, если вы хотите, чтобы команда была успешной, то я бы здесь больше заботился об условиях для команды реально. Как-то так. Угу. Хорошо. Ну, в принципе, все логично. ТДС. Я тоже уже немного. То есть я еще не заснул, да? Я еще не заснул, да. Ты меня заражаешь немножко вот этим недосыпом небольшим. Ничего. Ты уже это прошел, мне такое пристык. Да, да. Ну, все впереди, все получится. ТДС сколько держит? Не лопнет она от нагрузки такой? Какой? Ну, такой. Ну, я как-то думал об этой штуке и у меня там были ребята в фейсбучке советовали переходить на бином, но вы можете просто несколько ТДС поднять и сегментировать по каким-то признакам вашу сетку. У вас не обязательно нужно вся тысяча сайтов там на то, чтобы это были трафик агрегаторы. Вы можете делить ссылочные доноры, трафик агрегаторы и так далее. Разные тематики, не обязательно там, ну, все под одну. Вот. Более того, даже управлять ТДСкой, ну, большим количеством потоков, там, одному человеку может быть сложно. Проще сделать две ТДСки, если вы масштабируетесь дальше и растете. Две ТДСки, два сервера, два пользователя, ну, два человека, которые управляют. И просто вы не смешиваете там тематики в рамках этих двух ТДСок, да и все. Ну, простое же решение, Валя. Согласен. Ну, не всегда так оно просто заходит. Вот. Сколько потратили и сколько человек работало над внешним сервисом Аня для генерации контента? Ну, такой вопрос с чатика. А, я понял, я понял, откуда ноги растут. На самом деле ничего не потратили для разработки. Конкретно вот тот пункт, который касается генерации контента, это был плагин Терри Кайла, готовый, который просто этой генерацией запуска занимался. То есть здесь никого вообще не привлекали. Кстати, Терри Кайла плагин-то сделал, а сам уникальное все делает. Ну, вот, это потом уже, когда у них был челлендж, и этот челлендж провалился, короче, и там возникли нюансы. Ну, да. Когда он поменял этот трафик хакс на вот эту суперсистему, вот, а система, ну, я тоже тестил. Вот. А как вы унивизируете всю сетку сателлитов? Проходили уже. Если ставить на сайт только ссылки с WordPress, может ли Google их не учитывать? Обязательно разбавление другими движками? Вопрос. Угу. Смотрите, вы не только ставите ссылки со своей сетки, вы все равно делаете разбавку в районках той ниши, в которой этот ссылочный профиль является естественным. То есть вы изучаете конкуренту, смотрите, что у них как бы используется. Сетка сайтов нужна вам, сетка доноров вам нужна для того, чтобы это были жирные ссылки, которые вы можете контролировать. То есть какие-то затраты на другие ссылки, на другие типы источников этих ссылок у вас все равно остаются. Но это не так, как если вы там вот убухали кучу денег на ссылочный профиль домена и не можете контролировать эти ссылки и там что-то случается с этим доменом. То есть разница в потерях очень как бы ощутима. Угу. Здесь вы как бы сберегли вес, а там вы полностью все упустили. На самом деле вот те, что говорят надо на HTML или на Drupal или других сайтов, все это такое. То есть можно проставлять только с WordPress и все будет норм. Ну это типа мое видение. Все стараются сделать, это прикольно, но это сложнее. Это разные процессы, это типа заморочки и так дальше. Вот. Каждый сайт из сетки должен быть на разном хостинге? Вопрос. Важен ли для PS IP сайтов? Не палят ли PS сайты, сетки, не пессимизируют ли их, если они находятся на одном хостинге? Много раз слышал такой вопрос, да? Это тысячи, не знаю сколько. Вы можете делать абсолютно полностью всю сетку, содержать на одном сервере, если этот сервер ее тянет. Затем вы просто каждый, каждому довену привязываете к Cloudflare и получаете уникальный API-шник. Если это допустим не Cloudflare, вы можете взять там, ну к примеру, к примеру вы можете накупить кучу маленьких VPS, сделать на них проксирование вашего контента, они все будут с уникальными API-шниками. Угу. То есть там варианты DigitalOcean и так далее. Ну проксирование, вот мы как бы, вот смотри, в чем, я ни в коем случае не стараюсь этот, вот когда я считал бюджет, ну построение этого всего. Вот смотри, есть, например, условный Hetzler, да? На нем лежит все, оно все структурировано прикольно. Есть, например, там, не знаю, 50 разных IP-шников и каждому IP-шнику в инстансу привязан этот сателит. Сателит тут ложит. Оно проксируется. Но это за каждый инстант, надо же деньги платить. Зависит от того, что если вас не устраивает Cloudflare. Ну да, да. Это альтернативное решение. Это альтернативное решение. Это альтернативное решение. Да, да, да. Я поговорю как раз о том, что Cloudflare не всех устраивает. Согласен. Уже сейчас совсем, даже очень далеко не всех, учитывая то, что IP-шник большинство, хотя не буду говорить большинство не большинство, может докупят будет лучше, но там, допустим, под RKN очень много IP-шников у Cloudflare. Ну, хочу сказать, вот последние две недели тупо все испытывают траблы сейчас по парсингу позиций. Google банит сетки, буквально вот сетка на 10 тысяч IP-шников в минуту. Все. Ну, то есть это прям жесть какая-то. То есть очень много страдает из-за этого. Ну, я честно не видел. Ну, я просто поток асиранкингом пользуюсь, поэтому я не видел. И мне ребята вроде не говорили, что там есть проблема, но может молчат, скрывают. А может хорошо. Есть у большинства проблемы. И тут дело не в своих прокси. У нас тоже свои, там instant и все настроено, но бывает. Это плавно перейти к ликопозициям с уникальных IP-шников для насайтов. Да, да, да. Я понял, да, хорошо. На всякий случай повторю вопрос. Использовали раздоменный canonical, то есть на сайт А, наваливая ссылок, с него ставишь canonical на сайт Б? Сейчас нет, что-то давно. Сейчас. Попытаюсь подключить базу данных. Памяти. Canonical. 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 Нет. Рефленком переклеивали. Кстати, кальян пришел. Шучу. Ребята, сейчас. Нет. Нет. Сейчас скажу, ну ладно, стандартный ответ, короче, надо затестить на текущий момент. У меня где-то что-то в сознании там помнится какой-то эксперимент, но я не помню точного результата. То есть я бы затестил, если речь идет о том, чтобы canonical клеить, передавать ссылочную массу. Передается. Но не все. У меня даже редиректы в последнее время очень тухло идут. Какие? Для кого просьба река? С Canonical. Печаль в том, что, скажи мне, я скажу. Что сказать? Много спамят именно, короче, ссылок, которые практически, то есть Ахреф столько недавно это начал показывать. Типа ссылки за счет Canonical? Да, да, да. И сейчас, в принципе, уже видно статуи, да. И что? Раньше можно было навалить тысячу malware сайтов, например, таким способом сайт упал, никто не понимает почему, и почему никто не показывает почему. Тогда, когда у тебя этот, твой сайт упал. Не, 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 у меня другой. И он не основной. То тестовый. Печальный сайт. Печальный тестовый сайт. Да, да. Грустный. Какие затраты на сетку в 50 сайтов? Ну, примерно. Сколько стоит сад? Смотрите, от компании цифра разная, но если брать среднюю цифру, то обычно один сайт – это создание где-то долларов 400, поддержка контентная, ссылочная, там зависит от ниши, ну там около 300. В год? И все в месяц. Один сайт. Один сайт – поддержка 300 в месяц одного? Это ссылки плюс контент. Ага. Если это трафиковый сайт. Ага. Окей. Как бы… Ну, трафиковый – это тот заточен, который под запросы, который может что-то еще генерить, вдруг вылезет. Не, ну это сайт, который собирает трафик и передает на бренд, на мани сайт. Ага. Окей. Ну, просто обычно сад используем только как ссылочные доноры и все. Нет, в некоторых нишах, ты знаешь каких, ну такой метод и в конкретных регионах, ты только вот трафик агрегатора этим можешь юзать в большом количестве, потому что тебя ну очень быстро банят. Точнее не банят, а не банят поисковика, я имею в виду. Угу. Да. Если мани сайт будет накормлен ссылками только со своих дропов, высок ли риск банок Google, надо ли разбавлять чем? Такие вопросы задают, да? Окей. Самый лучший ответ, который вы можете получить, это протестить, да? Правда? То есть если я вам сейчас скажу, что там да, это работает или да, это не работает, то что-то поменяется вообще у вас или вы все-таки протестите? Ну, блин. Я бы не использовал, конкретно я бы не использовал только один источник. Просто потому что это странно. Угу. Так, что по поводу тематики? Решает сейчас или можно поиграть с ней? Я про тематику PBN доноров. Ну, на любом доноре можно написать статью нужной вам тематики и сделать ссылку. Угу. Окей. Так. Думаю, будет все-таки вопрос в развитии дропов и использования кросс тем как раз. Ну, ладно. Угу. Окей. В принципе, все понятно. Так. Тут пишут уже. Вы, короче, докладчика замучаете так. Я хотел, чтобы ты немножко взбодрился на самом деле. Да нет, я не взбодрюсь. Надо поспать часов так цать. Тогда будет ок. Все. Спасибо большое за информацию. Если у вас есть вопросы к Андрею, пишите ему в Facebook. Да, кстати, да. Если на что-то не ответил или на что-то надо более развернутый вопрос, проще будет написать в Facebook. Или же я вот те вещи, те фишки, которые я рассказал, я просто позже, когда чуть-чуть посплю, я под тегом стоим pages выложу и там сможем обсудить более детально каждую фишку. Спасибо тебе огромное. И, конечно, оставайтесь с нами.